Итак, туберкулез – это инфекционное заболевание, которое поражает все органы системы. Но в основном поражает лёгкие, совершенно верно. Как говорили наши корифеи, туберкулез может принять облик любого заболевания, то есть и лёгкие, и пневмонии, и так далее. Допустим, заболевание кишечника, тоже может быть, и доклад кишечника, и так далее. То есть принимали болезнь других, как говорят, обезенность и болезнь. Итак, это инфекционное заболевание. И вот, прежде чем говорить о профилактике, как всё равно развивать? Во-первых, как это инфекционное заболевание передаётся? Как передаётся? Смотрите. Покашлял на тебя кто-нибудь туберкулёзный ещё? Привет или нет? Совершенно верно. Воздушно-капельным путём 90%. Воздушно-пылевом. То есть в автобусе там больной плюнул, всё это высохло, автобус проехал, потом пыль поднялась, и воздушно-пылевой путь заражения. А когда путь заражения, то есть в одной ушке, я, допустим, я езжу на автобусе, и смотрю, что молодец наш стоит, да, и пьёт Кока-Кола, который пьёт, передаёт другому, другой передаёт третьему и так далее. То есть вот как раз так вот путь заражения. Вот это через, как матерь, плоду идёт заражение, называется вертикальный путь заражения. И так это пути заражения. Так как это инфекционное заболевание, оно подчиняется всем какому инфекционному процессу. То есть любая инфекция, значит, имеет инвекционный период, программальный период, период разгара или конволюции. Инвекционный период – это скрытый период. Он начинается от момента внедрения до появления первых признаков. Вот первые признаки, продром называется, да, он общий для всех инфекций. Он называется инфекцией. После этого начинается уже период разгара, когда уже вся клиническая картина появляется. Итак, инкубационный период, скрытый период – это от момента, мы сказали, внедрения до появления первых признаков. Что же творится в нашем организме? Наш организм, он как государство, да, то есть имеются свои высшие органы власти. Это у нас головной, спинной мозг. Есть у нас, так же, как в любом государстве, у нас есть свои специалисты, да. Это вот, есть специалисты, которые пекут хлеб, есть специалисты, которые водят автомобили, лечат людей и так далее. Точно так же у нас в организме все клетки строго референцированы. То есть кто-то отвечает за перенос кислорода, к примеру, да, кто-то отвечает за питательные вещества, спаивание, то есть и кто-то отвечает за защиту организма. Это в каждом, как в каждом государстве, у нас, в нашем организме есть свои вооруженные силы. Значит, и за это отвечает иммунитет. Мы, наверное, много раз слышали это слово, да, что такое иммунитет? Иммунитет. Иммунитет – это освобождение от подати, если по-другому переческому перевести. И вот как раз, когда возбудитель, любой возбудитель, не только туберкулённая палочка, внедрится в организм, она как бы собирает подати. То есть ей нужно кушать, она выделяет токсины и так далее, да. И поэтому у нас есть такие вооруженные силы, то есть такие защитные клетки, которые освобождают клетки от этой подати. Есть гуморальный иммунитет, есть клеточный иммунитет. Мы будем говорить с вами о клеточном иммунитете. Но я хотела бы ещё поговорить немножко о возбудителе. Возбудитель туберкулеза – палочка. Слышали, наверное, да? Палочка Коха. Её открыл Роберт Кох 24 марта 1882 года. И в Берлине он как раз доложил об этом. Был у него доклад на Берлинском обществе ортезиаторов. И с этого момента у нас 24 марта считается международный день борьбы с туберкулезом. Вот эта вот палочка, она очень медленно нажавится. Она один раз в сутки. Один реже – два раза в сутки простым делением. Итак, мы сказали, что она вошла в организм, но улетела, вдохнула. Защита у нас мукоцеллярный клиренс. Первая защита, первая линия защиты. Что такое мукоцеллярный клиренс? Мукоцеллярный клиренс – это реснички. Это реснички носовой полости. И эти реснички работают только в том случае, если организм у нас здоровый. Если же, допустим, мы сегодня разберём развитие заболеваний у детей, потому что очень много вопросов ко мне именно по инфицированию детям. Такие дети, часто болеющие, у них мукоцеллярный клиренс. Вот эти вот мукоцеллярные – это реснички. И вот эти реснички, когда начинают часто болеть ребёнок, они атрофируются и выпадают. И после этого происходит заражение любой инфекцией, в том числе туберкулозной. Итак, палочка наша влетает, идёт через верхние дыхательные пути, потом нижние дыхательные пути, и оседает на слизистой бронхо. Дальше, что же происходит с ней? Почему болезнь развивается? Болезнь может развиться, а может не развиться. Опять-таки, в зависимости от наших защитных клеток. Итак, чтобы ей хорошо себя, в общем-то, пачкустой, скажем так, да, она начинает внедряться через слизистую. То есть она поражает, вот, начинает нарушать целостность слизистой оболочки, ей внедряется внутрь. При этом, при этом начинает выделяться биологически активные вещества, которые начинают работать именно на сосудистую стенку. Сосудистая стенка немножко даёт такую вот проницаемость, и выходят у нас очень интересные есть форменные элементы, лейкоциты, которые выходят из кровеносного русла, именно туда, где входит возбудитель. Но лейкоциты, они все туда скапливаются, но не справляются. При этом, погибая, мне дают сигнал макрофагам, таким клеткам, вот так строго дифференцированным клеткам. И когда подходят тоже альвеолярные макрофаги, специальные защитные клетки лёгкие, да, мы говорим о лёгких, то начинается пожирание. Что такое макрофаги? Макро – это большие обжоры, перевести, да? То есть они что делают? Они поглощают. Они поглощают, но дело в том, чтобы переварить, им нужно создать как бы вот такую вот переваривающую фабрику. Для этого у них есть в клетке такая вакуоль, лизосома называется, которая имеет свои ферменты. И вот эта лизосома, она должна подойти к стенке. Вот захват, макрофаг захватил микобактерию, да? И вот как раз к стенке, с внутренней стороны, она должна подойти и как ключ к замку. Открыть замок и впрыснуть ферменты. Только в этом случае палочка переварится. Если же такого не случится, а палочка хочет жить при любом условии, да, понимаете, вот это как раз в нашем организме идёт. Это называется битва не на жизнь, она смертелька, да? И в это время палочка начинает что делать? Она приспосабливается, да, и начинает выделять такие вещества, как типа сульфатитов, и нарушает код замка. При этом код нарушается, и лизосома не может, не может впрыснуть ферменты и отходит. Отходит и потом насасывается. А в это время палочка начинает размножаться. Потому что некоторые учёные в мире считают, что туберкулез относится к внутриклеточным инфекциям, да? То есть она очень хорошо живёт в клетке и медленно размножается один раз в сутки. И вот это вот называется, если полностью, допустим, ферменты вошли, всё переварилось, то это называется у нас завершённый фагоцитоз. А если же не получилось переварить палочку, это называется незавершённый фагоцитоз, да? Итак, что будет в случае незавершённого фагоцитоза? Ну, вы, наверное, поняли, если завершённый фагоцитоз, то на этом всё. То есть палочка переварилась, и человек не заболеет туберкулезом. Правильно? А если незавершённый туберкулез, что же будет с той палочкой, которая оказалась внутри макрофага? Она очень хорошо размножается, её становится очень много, и клетка макрофага сам погибает. Сам погибает, всё это лопается, наружная стенка, и выходит всё, вот это вот количество большое, которое было в клетке, выходит внутриклеточное. Микобактерия, она живёт, как внутриклеточное, так и вне клеточное. После этого опять начинается захватывание. Захватывание, но дело в том, что если большое количество поступает извне микобактерий туберкулёза, то в этом случае организм, вот авиалярные макрофаги, они не успевают заглатывать, и организм призывает других макрофагов, незрелых. Но дело в том, что незрелые макрофаги, они теми характерны, что у них нету лизосомы, то есть они переварить не могут. У них одна задача, у них одна задача, чтобы захватить и всё. То есть захватить, и вроде бы как бы она в домике, да, но это-то и хорошо для микобактерий, поэтому увеличивается популяция, популяция возбудителя, в организме. И всё это идёт. Но дело в том, что имеется очень интересный феномен, который известен только при туберкулёзной инфекции. Дело в том, что когда вот лопается макрофаг, о котором мы говорили, вот выходят наружу возбудители, и вот организм ничего не делает. И вот это называется латентный микробизм, когда организм проявляет толерантность к возбудителю, потому что это ни в одной инфекции нет, только при туберкулёзе есть. Когда толерантность, то есть терпимость. Вот как Германия сейчас толерантно относится к мигрантам, да, но точно так же и организм относится к микобактерии туберкулёза. Не знает, свой или чужой. Вроде бы из своей же клетки вышел, да. И пока организм думает, вот здесь начинается накапливание популяции возбудителя. То есть количество растёт, 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 растёт и становится плоховасто организм, да. Вот что-то вот тяжеловато. И первое, что начинает страдать, это вегетативная нервная система. Вегетативная нервная система, и тут начинается уже тревога. И вы, наверное, знаете, что у нас есть специально, вот наши клетки, они тоже так же рождаются, молодые клетки, потом зрелые, и потом погибают. Это называется апоптозом, да. То есть идёт обновление клеток. И вот как раз здесь, в этом случае, организм у нас запускает так называемый запрограммированный апоптоз. Потому что очень много возбудителя, и организм выбирает, что из двух зон, как говорится, да. И начинает, запускает запрограммированный апоптоз, клетки собственные погибают, и погибает возбудитель в них. Когда всё вот происходит, некроз, да, вот такой, но не все же, не все возбудители погибают, да. Вот они остаются как бы по краям. И вот эта вот жидкая часть, субстрат погибших, бактерий, да, и они становятся питательной средой. В это время вот эти вот молодые макрофаги, они вот захватывают, пытаются, да, и вот так вот встают как бы кольцом. Но подходят уже те макрофаги, которые зрелые, которые имеют ферменты. Но подойти уже к этому вот, к центру, они не могут. Они не могут, и поэтому, из-за молодых макрофагов, да, и поэтому они начинают перевоплощаться. Вы, наверное, слышали, может быть, где-то это гигантские, петлюйные клетки пирогового ланганса. Слышали, да, или нет? Вот, названных в честь пирогового нашего хирурга, ведущего, да, великого, и ланганса. Они одновременно открыли вот эти клетки. И вот эти клетки, они отграничивают, отграничивают вот то воспаление, чтобы не дать пройти инфекции. Если образовался бал, это называется у нас, ну, продуктивный тип воспаления, потому что это хороший будет результат лечения, и все-все это отграничивается, все хорошо, да. Но есть другой тип воспаления, называется эксцедативный. Вот так, да. Вот, понимаете, вот эти вот много-много клеток, макрофагов, да, и вот от них просачиваются возбудители и идут в лимфатическую систему. В лимфатическую систему лимфатические сосуды, да. Это как пожар. То есть никакой границы нет. Никакой границы нет, и начинается распространение туберкулезной инфекции. Вот идут как раз через лимфатическую систему. Лимфатическая система, лимфатический сосуд идет уже в лимфатический узел. Вот лимфатические группы лимфатических узлов, у нас очень много внутригрудных лимфатических узлов, да. Если вот взять четыре крупных, таких паратрахеальных, трахеобронхиальных, бронхопульмональных, лимфатических узлов и бифуркационных. Трахея, бронхи, вокруг трахеи, потом через бронхи связано как раз с лёгкими. Задача какая-либо узла? Точно такая же — остановить и обезвредить. И вот начинается тот же процесс. Но, понимаете, на этом кончается как раз, когда начинается угнетение вегетативно-нервной системы, вот отсюда, вот с этого момента начинается продромальный период, то есть интоксикация, потому что вегетативная нервная система очень чувствительна именно ко всяким родам токсинам и так далее. И вот здесь угнетение идёт именно продуктами распада и жизнедеятельности микобактерий. Как раз вот отсюда начинается продром. И вот этот продром мы уже даже можем увидеть. Почему? Потому что ещё запускаются аллергические реакции, биологически активными веществами. И вот это как раз мы можем даже увидеть, потому что проба Монту как раз вот это всё показывает. Почему делают пробу Монту? Она основана на аллергической реакции. Проба Монту 2-АТЕ. И вот этот продром, он длится до той поры, когда начинают увеличиться лимфоузлы. Лимфоузлы начинают увеличиваться, и мы это можем увидеть именно на рентгеновских снимках. Вот здесь начинается период разгара. То есть это мы видим уже на снимочках. Это уже будет отражено, в общем, анализы крови и так далее. То есть клиника, лабораторная диагностика уже вся проявляется. Вот это вот как раз лимфатический узел. Если они сдерживают, дальше никуда не идёт. Если они не сдерживают инфекцию, то дальше у нас в лимфатическом узле есть приносящий сосуд и выносящий сосуд. Вот приносящий он принёс микобактерию туберкулёза и выносящий. Если не сдержал лимфоузел, инфекцию, дальше идёт большой грудно-лимфатический проток, у нас есть такой, да, который впадает, это сосуд, который впадает в верхнюю полую вену. Верхняя полая вена идёт в правое предсердие, правый желудочек, потом в лёгкие. И вот здесь мы уже можем увидеть, это уже миллиардный туберкулёз. Это вот как раз те очаговые тени, 1-2 мм, это как раз диаметр сосуда идёт. Дальше идёт, дальше идёт в левое предсердие, левый желудочек и по большому кругу кровообращения. И при этом мы, конечно, боимся, что может возникнуть менингид. Мы боимся за головной мозг, да. Ну, наверное, слышали туберкулёзные менингиды. Бывают. И затем уже по большому кругу, по большому кругу это уже может быть поражен и почки, и надпоучники, и кишечники, и селезёнка, и уже там, где такое хорошее кровоснабжение органов идёт. И затем уже может осесть и возникнуть. Вы, наверное, слышали, там туберкулёз костей и суставов есть, да. То есть, значит, палочка осела там. Вот это как раз идёт развитие, развитие лепатогенез первичного туберкулёза. Это схематично. Я вам рассказала, да. Итак, мы немножко поговорили о развитии, и теперь мы уже можем приступать к профилактике туберкулёза. Итак, если вы откроете интернет-страницы, да, то вы увидите там три С. Первый – это социальная профилактика, да, санитарная профилактика и специфическая профилактика. Итак, социальная профилактика – это профилактика государственная. То есть, это повышение нашей заработной платы, чтобы мы хорошо питались, да. Это экология. То есть, это наши дороги, чтобы не было пыли и так далее. Ну, это опять-таки качество продуктов и так далее. То есть, это государственная, да. Это не только профилактика туберкулёза, это вообще профилактика других заболеваний, всех заболеваний. Санитарная профилактика, ну, это вы, наверное, как сами уже догадались, это текущая и заключительная дезинфекция. Текущая заключительная дезинфекция – это ежедневная уборка влажная, но нужно сказать, что не все дезинфектанты, они справляются с палочкой, только хлорсодержащий. И заключительная дезинфекция, она, значит, при выявлении больного, бактериевыделителя, когда больной поступает в стационар, то есть дома делает заключительную, либо же после смерти больного делает заключительную дезинфекцию. И такая специфическая профилактика, она делится на химиопрофилактику и ВЦЖ, то есть вакцинопрофилактику. Сперва мы, наверное, начнём с химиопрофилактики. И химиопрофилактика, вы, наверное, слышали, да, что вот ставят детям вираж, да, и назначают химиопрофилактику. Вот хотела бы немножко коснуться о вираже, да. Очень много вопросов по этому поводу бывает. Дело в том, что мы коснулись с вами именно программального периода. Когда ещё заболеваний нет, да, мы говорили, вот, одно конца лакобоционного периода и начало разгара, да, как раз в это время, когда идёт размножение, то есть размножение микробактерий и рост популяции, да, возбудителя. Вот как раз этот период мы можем увидеть. Именно по пробе МОНТО, когда запускается ещё левтическая реакция, да. Проба МОНТО будет положительная, и в вашей идите отправляют в дезиатру, да, на консультацию. И в дезиатру ставят 6-ю А, допустим, 6-ю Б или 6-ю В. В группу диспансерного учёта назначается химиопрофилактика. Это делается для того, чтобы уменьшить, назначаются препараты, которые уменьшают именно количество возбудителей. То есть они убивают. Они убивают возбудителей, тем самым уменьшают популяцию. Дальше у нас идёт химиопрофилактика. Она назначается 3 месяца у нас лечение длительное, от 3 до 6 месяцев. 6 месяцев это у нас назначается при гиперрагической пробе. Это обязательно, это по приказу у нас, да, 109-м. Вот БЦЖ, БЦЖ-вакцинация, вообще что такое вакцинация? Это что мы делаем? Мы буквально берём 0,1 и заражаем бычий штамм, у нас и есть вакцинный штамм. Значит, и вводим ребёнку на третий-пятый день. В роддоме делаем, да, вакцинация. Что мы этим делаем? Мы буквально ознакомим организм с туберкулёзной инфекцией. Вы, наверное, вам говорили, что у нас нету стерильного иммунитета. Каждый из нас практически инфицирован. То есть каждым из нас есть микобактерия, туберкулёза. Вакцинного штаммата точно, да, потому что, кажется, всем детям, тоже опять-таки по приказу, значит, делают вакцинацию в роддоме. А вот ревакцинацию делают в 7 лет. То есть это делается для того, чтобы ребёнок... Вот у меня иногда мамочки спрашивают, зачем делать вакцинацию, если, допустим, ребёнок всё равно заболел. Ну, к примеру, у кого-то там знакомых, да. Но дело в том, что мы же делаем вакцинацию не для того, чтобы ребёнок не заболел, а для того, чтобы он, ну, если так сказать, если брать, то чтобы он не умер, туберкулёза, чтобы не было осложнений туберкулёза, чтобы, если даже заболеет ребёнок, то это протекало более-менее легко, чтобы он выздоровел быстрее, да. Когда обводится ребёнку, да, вакцина, ВЦЖ, то появляются клетки памяти. Клетки памяти, которые, в общем-то, и начинают работать, когда ребёнок встречается с возбудителем. Сейчас много стали отказываться от вакцинации. У нас 96-98% вакцинации идёт, да. Если, допустим, в 2014 году отказались от вакцинации 60 человек, то в 2017-м уже 90. То есть у нас есть вот такие виды профилактики. Ну, а так, так как мы у нас, мы сказали, что у нас нестерильный иммунитет, то есть в каждом из нас есть туберкулёзная палочка, то как же нужно беречь себя от туберкулёза? Это, во-первых, хорошее питание, должно быть здоровый образ жизни. То есть это нужно делать всё для того, чтобы наши клетки были здоровы. Если мы не будем болеть, то у нас будет, допустим, вирусными инфекциями, гриппа, моденовирусная, риновирусная инфекция и так далее, да, то у нас будет работать очень хорошо макоцеллярный клиренс. Это первая линия защиты. Затем у нас есть, опять-таки, защитные макрофаги, да, наши, которые защищают. Но при этом, допустим, есть такие препараты, которые профилактически применяются, да, именно которые повышают иммунитет именно бронхов, слизистая бронхов, да, бронхомонал и так далее. Есть очень много таких вот трав, которые, хиноцеи, к примеру, да, которые именно повышают местный, то есть клеточный иммунитет. Поэтому рекомендуется принимать такие вот, особенно вот в такую погоду, да, весной, осенью. Я обычно советую им, людям с хроническими бронхолюбочными заболеваниями. Ну и питание, конечно, здоровый образ жизни. Будут в клетке здоровые, значит, и будут защиты хорошие. КОНЕЦ